Человек не предполагает, что он сейчас купит проект уровня Фонтанки и будет, значит, сам там курьера на первом этаже встречать. Если здесь нет пятизвездочного сервиса, я там не куплю. У нас в элитных жилых комплексах работает компания Космосервис, управляющая компания. И работает с нашей помощью, с нашей подачей. Мы ее в свое время пригласили на один, второй, третий, четвертый объект. И совместно разработали те услуги, которые востребованы для, соответственно, жильцов. И, в общем и целом, все услуги оказывает Космосервис. И также оказывает их совместно с компанией Гидзапроджект. То есть все как в гостинице. Можно вызвать такси, вертолет, заказать билеты в театр, в ВИП какие-то. Организовать какое-то путешествие. Это в рамках отдыха. В рамках сервиса внутри самого объекта, в котором проживают люди. Ну, это, во-первых, служба ресепшн, которая встречает и провожает. Помогает в случае необходимости там что-то отнести, принести. Также направляет курьера, который пришел, или служба доставки. Плюс, естественно, охрана, которая тоже в рамках управляющей компании. Ну, они уже больше свои там функции выполняют. Охранная служба сервиса, да, оказывает те услуги, которые оказываются в отеле. Вот раньше таких жилых комплексов с такими услугами в Санкт-Петербурге не было. И как раз вот с помощью компании «Ангелин Феркес» и компании «Космосервис», управляющей, они появились в жилом комплексе «Фонтанка-76» бывших «Ховард», вот здесь, в «Императорском яхт-клубе», в «Кушлево-Безбородко». Это такие вот жилые комплексы уровня класса «Делюкс», в котором присутствуют все практические услуги, которые только возможны. А почему вот мы говорим все-таки об услугах и ссылаемся, мы говорим о сервисе, точнее, ссылаемся на какую-то звездность отеля, да, там в том же «Ван Тринити Плейс» это тоже проект уровня элитного, может быть, не «Делюксовский», но элитный проект, но тем не менее там тоже реализуются все эти функции. И почему вообще говорим о сервисе какого-то отеля, в том числе «Пятизвездочного», да, потому что это единственная сфера, где уровень сервиса стандартизирован, и нам просто некуда больше обратиться, условно, да, за стандартами такого сервиса, кроме как к отелям высокого класса, высокого уровня, более того, не просто отелям, а сетевым отелям, которые, соответственно, могут этот стандарт выдержать на нескольких площадках. Это важно, потому что, вот как говорит Полина, да, есть «Космосервисы», они не просто так там появились, управляющую компанию можно создать любыми руками, с любой компанией, но тем не менее распространить этот опыт на несколько проектов и выдерживать уровень на каждом из них, это достаточно такая задача сложная, и уже требует некой подготовки, некого профессионализма. Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса, о которой бы я хотела ответить, это то, что, поскольку все мы, я имею в виду каждый человек, не только там жители проектов «Делюкс», но и там каждый из нас все-таки имеет эту потребность в неком сервисе, да, то, собственно, и для более низкого сегмента, для бизнес-класса начинают предлагать такие проекты. Единственное, что сейчас они не существуют в рамках апарт-отелей. Это может быть как проживание, но с гостиничной функцией, либо это вообще продается как сервисные апартаменты, как фактически инвестиционный продукт, где человек вкладывает деньги и исключительно получает дивиденды условно с этой инвестиции. Но сама идея этого апарт-отеля, она тоже строится на стандартах гостиничного бизнеса, когда мы предлагаем услуги именно в рамках аренды, да, то есть, по сути, это номера, которые сдаются, или там квартиры, апартаменты, которые сдаются, быть может, и на короткий, но более длительный срок, но суть именно в этом, и опять же, обращаются к стандартам гостиничного бизнеса, с точки зрения тех функций, которые там Полина перечислила, как правило, в них также предлагается внутренняя инфраструктура уровня гостиницы, может быть, даже свыше, там, бассейны, спортзалы, химчистки, какой-то общепит, да, и они тоже должны подтягиваться под этот уровень, поэтому здесь скорее, да, мы смотрим на гостиничный, там, какой-то другой туристический бизнес, как на стандартизированные услуги, которые можно перенять, внедрить в жилую недвижимость и уже тем самым повысить ликвидность того или иного проекта. Конечно, у клиентов нет такого, если здесь нет пятизвездочного сервиса, я там не куплю. Решение принимается комплексно, да, то есть человек выбирает место, метраж, там, планировку, архитектуру, и в том числе, значит, соответственно, какое-то профессиональное управление, которое включает в себя все вышеперечисленные... Ну, это, наверное, уже такая ожидаемая функция, да, то есть ну, человек не предполагает, что он сейчас купит проект уровня фонтанки и будет, значит, сам там курьера на первом этаже встречать. Ну, да, согласна, но некоторое время назад еще вот, на примере той же фонтанки, когда мы вошли в этот проект с точки зрения брокеров и с точки зрения управления совместно, опять же-таки, с космосервисом, там не было ряда тех услуг, которые космосервис стал оказывать, и жильцы, как бы, им это очень понравилось, они как-то жили до этого без, там, службы ресепшн, консьержа и... Дворецкого, да, вот, а это все появилось, у них увеличилось, конечно, незначительно коммунальные платежи, но на очередном, там, собрании им предложили, может быть, что-то лишнее, может быть, что-то убрать, может быть, вам дворецкий не нужен, может быть, вам там служба ресепшн не нужна, или там какие-то... И все сказали, нет-нет-нет, нам все это нравится, оставьте, пожалуйста, то есть, как только это вошло в их жизнь, люди, которые привыкли, там, точно так же останавливаться в пятизлёжничных отелях, конечно, прочувствовав это и дома, они, конечно, всем этим с удовольствием пользуются. И дальше мы стали внедрять на других проектах те же самые услуги, и, соответственно, жильцы все остались очень довольны, ну, и продолжают, да, радоваться, что называется. То есть, с одной стороны, это уже ожидаемо, но еще, как я уже сказала, некоторое время назад это было что-то новое. У нас отличаются, скорее, из-за локации. То есть, те люди, которые покупают квартиры в центре, в центральном районе, это большинство людей, которые приехали в город Занкт-Петербург на постоянное или временное проживание. То есть, так скажем, бизнесмены, собственники бизнеса, это могут быть там и топ-менеджеры различных компаний, но процентов 70 – это гости нашего города. А люди, которые предпочитают там Крестовский, Каменный, Петроградский район, это большинство уже жителей Санкт-Петербурга, которые имеют там детей, собак и нужно где-то гулять там, и чтобы было много места, инфраструктура развитая, да, там садики, школы и так далее. Это уже жители Петербурга, и они тоже могут быть собственниками бизнеса или топ-менеджерами крупных компаний. Ну, вот еще одно, наверное, новое направление – это АйТи, да? АйТи, да. Их сейчас много. С одной стороны, это люди, которые достаточно свободны, не привязаны особо к месту, с другой стороны, опять же, в силу того, что они уже много путешествовали, очень много посмотрели, и как раз те люди, которые очень быстро начинают пользоваться, скажем так, дарами и благами, они как раз уже так интуитивно, ментально ищут какие-то такие вот функции, потребности, их, если закрываются, ну, там, той же прачкой элементарно, тем же там хорошим общепитом или какой-то функцией, где это можно переложить в какой-то там суету, так скажем, по квартире на управляющую компанию, да, они с удовольствием этим пользуются и знают об этом больше, чем и другие. Поскольку мы компания не Фолкерс, да, мы корнями, в общем-то, ну, из Германии и, в общем и целом, компания со столетним опытом, разумеется, у нас внутри компании есть определенные стандарты, начиная от того, как мы готовим наши материалы, для того, чтобы человеку было в первую очередь, первым рассмотрением там проекта, объекта, квартиры, все доступно, понятно. Это такая работа, она невидимая, но она, безусловно, есть, она стандартизирована в нашей компании, у нас есть внутренний брендбук, регламент, как мы презентуем в первую очередь наши проекты. Это что касается непосредственно той работы, которая еще сделана до того, как к нам кто-то обратился на прямую. Ну, а когда к нам обращается клиент, разумеется, мы уже тут оперируем тебе принципами уважения, какого-то адекватного общения. Я бы добавила, что есть, конечно, вещи, которые, например, мы, ну, неправильно, я считаю, это наличное мнение, думаю, что меня коллеги поддерживают, называть фамилии, да, то есть фамилии там жильцов, фамилии клиентов, то есть если про даму, да, что как бы стараемся не делать, потому что это, в общем-то, закрытая информация. Наверное, больше того я не знаю. Так, окей, у нас единственное правило, клиент всегда право. Ну, естественно, разумеется, и наши клиенты, надо сказать, что в основной своей массе, там, на 99%, это также люди, которые адекватно воспринимают там свое и чужое время, которые умеют вести переговоры, там, да, которые умеют общаться, которые воспитаны, которые знают, ну, достаточно так, широко, скажем, орудированы, поэтому каких-то сложностей во взаимодействии, в выражении своих мыслей, как, конечно, в счете запросы элементарно объяснится, что я хочу, ну, тут нет сложностей. В управляющей компании есть, там, тоже небольшой, но имеется. Вот начинала девочка на ресепшен на фонтанке работать, потом она стала заместителем управляющего объекта, и появляются новые проекты, да, у нас, то есть космосервис берет в управление все больше и больше проектов, и тот человек, который просто хорошо работал на ресепшен, потом замещал управляющего на объекте, в результате может стать управляющим на каком-то доме, да, очередном, и точно так же заниматься управлением целого объекта, но уже выше, наверное, сложнее, потому что дальше уже там коммерческие, генеральный директор, собственники этого бизнеса, вот. Ну, вообще, с управляющими компаниями в Санкт-Петербурге их немного хороших компаний, я вот, там, одну-две, одна. В принципе, у молодежи есть возможность и свою создать управляющую компанию, если хорошо вникнуть в этот продукт, если научиться забирать контракты, да, по новым объектам, то создать можно и даже свою управляющую компанию и стать собственником бизнесом, почему и нет. У нас вот с батлером квартира продавала, ну, то есть человек продавал квартиру и сказал, что у меня есть свой батлер, он тоже может у вас работать. Ну, это все выглядело так, что он уезжает из города, и батлеру нужна новая работа, и, в общем, так как он очень хороший, мы потом прозвали, что эта квартира продается собственным батлером. Ну, это вот такая, просто смешная история. Вот, некоторые сразу покупают себе квартиру у нас, например, в жилом комплексе, и помещение, которое было, являлось в квартиру, только небольшой, для того, чтобы поселить туда персонал. Ну, чтобы тоже тому же батлеру или водителю, не надо было откуда-то ехать, просто с одной квартиры подняться в собственный, там, пинхаус. Ну, на самом деле, это вот у меня даже не то, чтобы в продажу, а в аренду сдаются помещения, это вопрос, на самом деле, там тех или иных контактов, которые занимаются последующим управлением объекта. Ведь человек, который там находится со дня основания условно этой квартиры или дома, знает там, каждый, вот, я не знаю, провод, лампочку, и где он покупал этот смеситель, вот он ценнее его вообще нет никого. Потому что, когда ты купил новый объект, и ты понимаешь, что ты со всем этим один на один, вплоть до того, что ты не знаешь, к какому провайдеру условно подключен интернет, да, или там телевизор, то, конечно же, этот человек, вот тот же самый батлер, или там хотя бы человек, который так или иначе курировал все это, это вообще ценнейший это клад просто. И таких людей, да, могут передавать условно по наследству для того, чтобы просто облегчить новому покупателю жизнь. Это очень важно. Поскольку, на самом деле, и Полина, и я работали, в том числе, в компаниях работы НЕВ, на самом деле, которые предлагают не только функции продажи готового продукта, но и, по сути, создания этого продукта, то мы, в основном, в СССР, в том числе, участвуем в консалтных группах, которые разрабатывают проект. И, соответственно, когда, вот это, это для меня такое, если про романтику, деньги-то оно само собой, безусловно, да, но мы бываем на тех площадках, на которых никто никогда, кроме конечного пользователя с многомиллионным состоянием, не побывает. Вот это, ну, строители, само собой, но они там работают, а мы туда ходим смотреть виды, рассматривать шикарные там планировки и так далее. И мы действительно бывали на уникальных объектах нашего города, которые никто никогда не посетил.